Приветствую вас! Поскольку вы получили достаточно разноплановые ответы на твой вопрос, я постараюсь дать вам более предметную рекомендацию на ваш запрос. И начну, пожалуй, вот с чего. Первое, почему у вас могут не вкладываться отношения с мужчинами, это отсутствие понимания, чего хотите вы от мужчины, и чего хочет мужчина от вас, как от женщины. Понимание первого даст вам понять, что вам нравится в мужчине, что не нравится в мужчине, и, соответственно, защищать свои интересы и поощрять его за совершение приятных вам поступков. Понимание того, что хочет мужчина, даст вам возможность сделать его счастливым, что является необходимым условием для построения искренних долгосрочных отношений. Второй момент, связанный с отсутствием у вас на должном уровне самоуважения, самолюбви, самоуверенности. Если вы не уважаете себя, не любите себя, сомневаетесь в себе, ощущаете неуверенность в себе, то мужчина, безусловно, это чувствует. И поскольку мужчине нравится завоевывать, мужчине нравится делать свои, добиваться женщины, то если он не видит, что она считает сама себя идеальной, то и он не будет считать ее таковой. А если мужчина на женных этапах не считает женщину идеальной, то, соответственно, и вряд ли он будет ей дрожить. Соответственно, вам нужно понять, почему. И если у вас такая проблема, проблема самоуверенности, самооценки, ответить на вопрос, считаете ли вы себя самой красивой, самой привлекательной, умной, интересной, загадочной. И если чего-то, по вашему мнению, у вас не хватает, то необходимо провести оценку этого, то есть объективный анализ. И дальше при наличии, при выявлении объективных проблем в этом, двигаться именно в сторону решения этих проблем. Следующее, о чем нужно сказать, это то, что отношения с мужчинами могут не складываться лишь тогда, когда мужчина воспринимается как средство. Средство для достижения определенных целей, определенных задач. То есть мужчина, самоцель, не является, а является средством для осуществления, удовлетворения вами каких-то своих потребностей и желаний. Если это так, то это также плохо и влияет на прочность и, так сказать, крепость отношений, отношений с мужчинами. И вот, а эти направления, эти сферы, а также, возможно, имеющиеся у вас комплексы, страхи, мешают вам построить отношения. Не обязательно все вместе. Скорее всего, вам не хватает одного-двух элементов для построения отношений. Но, дело в том, что если у вас был опыт неудачных отношений, два-три раз, то ваше сознание запомнило это. И уже теперь вы боитесь повторения подобных ситуаций. А раз вы чего-то боитесь, то вы подсознательно к этому стремитесь и подсознательно генерируете эту ситуацию. Чтобы перестать делать подобным образом, нужно осознать свой страх, встретиться с ним лицом к лицу, и тогда у вас наступит освобождение от него. Вы поймете, чего вы боитесь, чего вам не хватает. Скорректируйте стратегию своего поведения по отношению к этому негативным обстоятельству, потому что теперь, когда вы страх, вы узнаете в лицо, он перестанет вас пугать и станет просто неприятным, раздражняющим фактором, который можно устранить, либо к которому можно поменять свое отношение. И тогда у вас все получится. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока желаю вам всего доброго. Продолжение следует...